Я хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Иван. А фамилия? Кондрашов. Кондрашов. Можно немного громче? Просто говори, да? Год рождения? 91-й. Сам откуда родом? В Донецкой области. Город, поселок? Город. Харциск. Из Харцискоса, да? Семья есть? Нет. Мама, папа? Нет. Сирота? Как вообще попал, я так понял, так называемое формирование ДНР, да? Нет. Ну, я в лагере сидел, меня с лагеря забрали. На зоне? Да. А за что? За кражу. Сколько дали? Пять лет. А сколько срока сидел? Два года. И оставалось три, да? Да. А как все произошло? Кто приехал? Ну, приехали просто сначала, не знаю, в какие-то форме люди. Там с начальником поговорили. Начальник вышел, сказал, что хочет добровольцы. А в обмен на что? Ну, в обмен тебя амнистируют, чистый лист дадут. Деньги обещали? Да. А сколько? Помню, 76 тысяч, по-моему. Ну, это когда было. А подписывал за какой-то контракт? Да, подписывали, но уже когда нас забрали, уже. Угу. Присягал. А с другой стороны, кто подписывал? И печать чья была? Ну, это не знаю. Нам привезли после Натальиона, мы там подписали. Угу. А контракт когда подписал? 3 ноября. И пошел воевать, правильно? Да. Так называемый ДНР. А куда? Где стоял? Под Донецком. Ну, под Донецком это понятие растяжимое. Я не знаю, как там. Авдеевка, Пески. В сторону Песок. В сторону Песок, да? А должность какая? Рядовой. Стрелок? Да. А много людей согласилось, когда приехали? Это колония Харцинская была, да? Не, это Торез был. Город Торез. В Торезе, да? А много еще согласилось с тобой? Нет. Почему? Человек 40 точно. А сколько в общем согласились, да? А в общее число человек сколько там было? Сидело? Ну, человек 300. Это много. Согласилось. А статус у тебя там какой? Мужик был? Нет. Мужик на зоне? Арестант. Арестант. Ну, там разные статусы есть, да? Но мужик? Да. Обиженный? Нет. Блатные? Порядочный арестант. Порядочный арестант, да? А что вот, ну, то есть, когда давали срок, что украл? Да по мелочи. Ну, что? Ну, технику в основном. Ну, технику в основном. А не работал, да? Не, работал. А кем? Землекопом в ритуальных услугах. В ритуальных услугах, да? А сколько платили? Ну, тысячу за яму. Это сколько в месяц выходило где-то? Ну, 20-30 в месяц. 20-30 ям, да? Когда выкапывал. А вот это первая ходка была? Нет, вторая. А первая когда? В 2008-м, что при Украине. А за что? Хулиганство. А что такое случилось? Что за хулиганин? Я машину побил. Машину побил? А за что? Не знаю, пьяный был просто. Я понял. А вот есть разница? Потому что иногда говорят, что есть разница, например, с колонией, когда было при Украине, и потом, когда было так называемое ДНР. Была разница? Не знаю. В чем? При Украине там работа была, промки, там это. Сейчас этого нет, нема ничего. В колониях, да? Да. И деньги какие-то зарабатывались, да, при Украине? Сейчас нет. То есть просто сидишь и все? А администрация жестче, легче или как? Ну, администрация такая же самая. Чуть пожестче. А сейчас что будет вообще? Сейчас российские законы стопят. Еще труднее будет. Труднее еще, да? Я думаю, да. Потому что зоны русские, они как бы жестче, да? Не, ну там и промка там есть, там и работа будет. По ДНР просто этого не было ничего. А смотри, у тебя никого из родных не осталось, да? А воспитывался где? В интернате. В интернате, да? И то есть ни матери, ни отца ты не знаешь, да? А какое-то образование есть? Да. Какое? Следственный механик по наладке станков. Работал по специальности? Нет. Почему? Ну, негде было. Не знаю, практику не проходили. Ну, немного пьянки были, да? Да. То есть выпивал. Ну, говорим так, как есть. И поэтому как бы с работой не слаживалось, да? А у тебя ранение, да? Да. А обстоятельства как было взять ее в плен? Ну, был приказ идти на шторм. Брали окопы. Ну, прилетела граната. Просто в окоп. К тебе? Да. Со стороны ВСУ? Я сорвал ногу, да? Да. А когда взяли в плен? 22 ноября. То есть ты провоевал где-то месяц, да? Даже месяц я не провоевал. А где? Где-то под Донецком, да? Там же самое. А что думаешь вообще об этой всей ситуации? Я думаю, это вообще бессмысленная война. Война. Только пацанок поумиралу. Много? Да. А ты воевал с этими зэками, с которыми вышел, да? Все. Да. А с ними что? Ну, вот кто в моей группе был. Двоих уже нету. Двое домой поехали после месяца. А, на обмен, да? Да. А ты хочешь быть обмененом? А что планируешь делать? Вот сейчас без ноги? Еще не знаю. По приезду буду что-то думать. А вот, то есть контракт был на полгода, да? То есть ты полгода не отвоевал. А если скажут снова идти? Да нет, уже не скажут. Почему? Ну, куда? Кто его знает, кто будет? Ну, думаю, нет. Спишут мне. Ну, в зону не возвратят? Не думаю, нет. А есть куда возвращаться? Ну. К кому? Ну, у меня квартира осталась. Своя, да? Откуда заработал? Ну, как? Ну, платили. Еще в интернате учился. По квартире кормили. Деньги просто скапливались. Потом по окончании учебы просто... А где квартиры? Там же, в Харциске. В Харциске, да? Там большой завод трубный, кажется, да? Когда-то был. А сейчас есть? Сейчас, ну, был, по крайней мере. Пару цехов еще работали. Я уже там просто три года не был. Это третий год уже, я не знаю, что. Трубный, канатный. Много таких... Марс-завод, армлит. А ты же на воле был, да? Когда вот это все произошло в 2014 году? Да. На так называемый референдум ходил? Нет. А что вообще думаешь об этой всей ситуации? Не знаю. Я просто тихо работал, никого не трогал. А паспорта какие у тебя есть? Ну, у меня никакого нет. Вообще? Ну, украинские только, посроченные. А так называемый, это ДНР, русский? Нет? Нет. А кем себя чувствуешь? Вот, ну, гражданином какой страны? Не знаю. Просто человеком чувствую себя. То есть флаг не важен, да? Нет. Вообще. Хочешь что-то сказать украинцам? Да не особо. Не особо. Я скажу так, что бессмысленна эта война. Я не знаю. А чья вина? Без понятия. Правду, ну вот. Я так понял, что у тебя чисто шкурный интерес был, да? Чтобы выйти? Выйти. Писем начать с чистого листа. Полгода. Идеология никакой? А как закончить войну? От этого я не знаю. Россия нам что-то хочешь сказать? Не знаю. Нечего сказать.